Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я сердечно приветствую вас, всех участников и гостей 11-го Общества Церковного Съезда по социальному служению. Конечно, с особым всегда чувством принимаю участие в таких мероприятиях и как-то мыслю по неволе, хочешь не хочешь, но обращаюсь к самому началу, когда практически никакой социальной работы в церкви не было, да и понятия такого не существовало, но и как-то никаких сигналов не поступало о том, что почему церковь-то не занимается таким делом, которое мы теперь называем социальным служением. И в каком-то смысле, может быть, мне лично помог опыт моей работы, в том числе и за рубежом, я был тогда председателем отдела внешних церковных связей и, задавая себе эти вопросы, ответил на них так, «Ну, у меня нету невозможности ни канонической власти инициировать все это в масштабах церкви, но ведь что-то можно сделать в масштабах отдела внешних церковных связей». И тогда были созданы секторы. Первый сектор по социальному служению, другой сектор по взаимодействию с вооруженными силами, ну и еще два-три, которые потом уже, когда у меня появилась такая возможность влиять в более широком масштабе на подобного рода дела, все они преобразовались в синодальные учреждения. И опять, конечно, дело ведь было не в том, чтобы создать какую-то бюрократическую структуру, а проблема заключалась в том, что без штаба, без руководства, без персонала, без системы обучения невозможно продвигать серьезно ни одну программу, а тем более такую сложную, как социальное служение церкви. Потому что действительно не было ни навыков, ни, как теперь говорят, ноу-хау, вот ничего такого не было. Конечно, был какой-то отдаленный опыт других, но и то с этим опытом других, сил определенной изоляции нашей страны, мало кто был знаком. Мне повезло, опять-таки, по роду моей работы, я бывал за границей, видел, мог что-то увидеть, понять, каким-то образом даже пофантазировать на тему о том, а как бы у нас это все могло быть. Но другими словами, вот так из этих фантазий, идей, потом и возникла возможность и даже необходимость организовать что-то. Тогда вот в отделе внешне церковных связей и был такой создан сектор по социальной работе. Ну, а потом, когда уже появилась возможность выделить этот сектор в самостоятельную управленческую единицу, в синодальные учреждения, я это сразу же сделал. Точно так же произошло и с ведомством, которое опекает вооруженные силы, и с другими, которые стали синодальными учреждениями со своим персоналом, со своим финансированием централизованным, со своей повесткой дня. Вот начался воспоминаний, потому что не все, конечно, знают эту историю, а знать ее надо. Вот именно социальная тема явилась тем двигателем, тем стимулом, который привел в действие инициатива очень многих мирян. И не только в сфере социального служения, но и в тех остальных направлениях нашей церковной деятельности, которые сегодня успешно осуществляются. Вот, конечно, мне очень отрадно, что сегодня здесь собрались те, для кого дела милосердия стали делом их жизни. Священники, церковные работники социальные, врачи, медсестры, добровольцы, сотрудники больниц, все вы стремитесь являясь в своем служении заповеданную Господом любовь к ближним. Может быть, это сильное слово «любовь»? Вообще трудно определить, когда возникает любовь, почему возникает любовь, почему возникает любовь одного человека к другому. Но очень легко описать, что такое любовь. Я не буду повторять то, как это делается в художественной литературе, а скажу о самом главном. Любовь там, где есть жертва. И любовь там, где один человек отдает себя другому. И точка. Красивые слова, поэмы, стихи – это все украшения. А сутью любви является жертвенность. Мать любит ребенка, и она себя готова пожертвовать, жизнь готова отдать. Точно так же бывает в хорошем браке. Точно так же бывает в хорошей семье, когда родители именно так относятся к своим детям, а дети, вырастая, именно так относятся к своим родителям. Конечно, вот такая любовь – это, в том числе и нелегкий труд. В каком-то смысле он требует самоотречения, самоотверженности. Потому что ведь нередко осуществляя вот такое отношение к другому, ну, отказываешься от чего-то, от счастья своего комфорта, ну, допустим, от свободного времени, от досуга. И поэтому далеко не каждый человек готов вот так пожертвовать чем-то, что для него приятно, нужно, необходимо, как он считает. Для того, чтобы отдать вот эту часть времени и свои силы, и внимание для другого человека. Вот ставить свои желания и потребности не на первое место, а порой и вовсе забывать о них, вот это жизненный выбор тех людей, которые посвящают свою деятельность, большую часть своей жизни служению ближним. И вот здесь присутствуют такие люди. И поэтому вам низкий поклон, глубочайшее мое уважение и любовь. Я очень благодарю вас за эти труды. Ну вот, и одновременно, конечно, от всех, кто здесь присутствует, и от всех, кто является нашими сотрудниками на этом нелегком поприще в масштабах всех в церкви, требуется, конечно, профессионализм. Очень хорошо, когда у человека есть профессиональные навыки, умения, когда развивается физическая выносливость. Вот, и особенно это касается еще той сложной области, которую можно характеризовать как отношение человека, оказывающего помощь к тому, кто эту помощь принимает. Ведь не всегда люди говорят спасибо. Иногда, особенно если люди больные, негативной реакцией сопровождается забота о них. Поэтому, конечно, нельзя заниматься вот такой социальной работой, о которой мы сейчас говорим, не имея доброго сердца. Вот тут у меня в конспекте написано «не имея большой любви», но я не стал употреблять этого слова. Это уж очень сильное слово. Просто не имея доброго сердца. Вот с этого все начинается. А любовь это не что иное, как чувство, которое сопровождает нас, когда мы себя отдаем другим. Поэтому не может быть любви без жертвенности. Здесь знак равенства. Современное искусство, кинематограф нас этому не учит. За редким исключением. И под любовью подразумевается что-то другое. Но если под любовью подразумевается что-то другое, и если любовь практикуется как нечто другое, то такая любовь очень быстро перестает быть любовью. Я не в этом ли причина большого количества разводов, неспособности жить друг с другом. Не в этот цветочный период, когда голову сносит, и когда человек не видит ничего в другом человеке, кроме самого лучшего, и красивого, и приятного. А когда начинается жизнь, когда люди живут бок о бок, и когда вот и требуется настоящая любовь, выражаемая в жертвенности. И если такая любовь есть, если она существует, если она развивается, то браки становятся очень крепкими. Не требуется никаких ни профсоюзов, ни как было в советское время, партийных организаций, чтобы поддерживать брак. Ничего не требуется. Люди живут, вот муж и жена, как единое целое. Тогда, когда отдают себя друг другу. Вот это лучше записать, запомнить и понять, что без этого никакой любви нет. А есть что-то другое. Но та любовь, которая может от начала возникновения этого чувства сопровождать человека до смерти, она всегда связана с жертвой и всегда связана с отдачей одного другому. Мужа, жене, жене, жены, мужу. Конечно, каждому их человеку хочется видеть плоды своих трудов, знать, что он занимается тем или иным делом, не напрасно, что его работа приносит пользу. Вот. Однако те, кто служит ближним, страждущим и немощным, порой не получает такого отклика на проявленную заботу и даже любовь. То, о чем я сейчас кратко сказал уже. Но это происходит не потому, что они делают что-то не так, а потому, что измученный недугом или тяжелыми обстоятельствами человек, ну, просто, может быть, эмоционально не может ответить так, как хотелось бы, чтобы он отвечал. Поскольку болезнь, стрессовая ситуация, нередко отнимают все силы и, конечно, очень влияют на психику человека или, как мы в быту говорим, меняют его характер. Вот к этому почти непременно нужно быть готовым и не ждать в ответ доброго расположения, хорошего отношения, постоянной улыбки, постоянного слова спасибо. Конечно, это возможно только вот так реагировать доброжелательно при отсутствии доброго отклика от того, кому обращается ваша любовь и ваше желание помочь. Конечно, возможно только с помощью Божьей, вот я в это уверен. Если Господь помогает, то все эти негативные аспекты, связанные с существлением такого милосердного служения, в том числе в адрес людей, которые не способны по целому ряду причин и обстоятельств ответить любовью, вот это, конечно, может поддерживаться и развиваться тогда, когда есть помощь Божия, когда человек чувствует благодатную силу, которая укрепляет его в совершении добрых дел. Вот наше отношение к страждущим и нуждающимся, это, конечно, важный показатель вообще любви. Хотите, скажу самое неожиданное? Кого тяжелее всего любить? Бога. Бога никто не видел никогда. Когда человек говорит, ох, я так Господа люблю. Надо разобраться, что в этой любви. Мы Бога начинаем любить тогда, когда мы реально, реально получаем от Бога нечто, что граничит с чудом. Или, когда, сопоставляя факты, мы говорим, да, этого не могло произойти, но это же произошло. Господи, неужели это Ты вошел в мою жизнь? Вот такие события, конечно, переворачивают сознание. Конечно, то, что называется, открывает сердце человека к тому, чтобы полюбить Бога. Но, опять-таки, конечно, вот это наше обычное слово «любовь» по отношению к Богу требует уже каких-то особых описаний, которые присутствуют, кстати, в святоотеческой литературе, которые присутствуют и в пастырском слове наших священников. Но вот очень важно, чтобы мы опознавали любовь к Богу через способность вообще воспринимать любовь и внимание со стороны людей. Если мы нечувствительны к тому, как к нам люди относятся, нечувствительны к любви наших детей или родителей, если мы нечувствительны к добрым отношениям, которые проявляются к нам со стороны наших друзей, знакомых, коллег, тогда очень сложно говорить о возможности почувствовать любовь к Божию. Сегодня, конечно, мы переживаем непростое время, мы получаем ежедневно сведения о голодных людях, о раненых, о больных, о бездомных, ну и, конечно, по-настоящему мы не можем ведь не реагировать на это, даже если мы не вовлечены в церковную и социальную работу, даже если просто простой приходской священник или приходской активист. Мы не можем абстрагироваться от тех страданий, которые реально сегодня посещают очень многих, в том числе православных наших людей, братьев и сестер. Люди, конечно, сегодня реально страдают, особенно там, где идут военные действия, лишаются крова, иногда теряют возможность просто кормить своих детей, потому что нечем кормить. Очень тяжело тем, кто находится в линии боевого соприкосновения и, конечно, живет в страхе за себя, за своих родных и близких. Я хотел бы выразить особую признательность всем, кто в это трудное время, являя действительно подлинную любовь и милосердие к ближним, вот работает в тех условиях. Очень благодарю всех наших добровольцев, которые не убоялись страха, как говорят, и которые пошли туда, где опасно и где не всегда тебе скажут спасибо за твое дело, но где очень нужна помощь неравнодушных людей. Благодарю всех, конечно, кто помогает беженцам, вовлеченным в этот конфликт, раненым, кто посещает больницы, военные госпитали. Бесспорно важен также труд добровольцев, которые, рискуя жизнью, привозят гуманитарную помощь в те места, где из-за постоянных обстрелов закрыты магазины, люди голодают, и велико, конечно, служение священников, которые у постели раненых принимают последнюю исповедь и на смертном одре приобщают умирающего святых христовых тайн. Важен подвиг сестер милосердия и волонтеров, которые днем и ночью ухаживают за тяжелобольными, утешают, поддерживают и несут свет христовой любви. Наша церковь в первые же недели после начала специальные военные операции организовала широкомасштабную помощь пострадавшим. Многие из вас об этом хорошо знают. Открылись церковные центры помощи беженцам, стали принимать переселенцев, в том числе в монастырях, церковных приютах, вообще в церковных учреждениях. Сотни православных людей записались в добровольцы по уходу за больными, ранеными, и регулярно выезжают в больнице городов, которые находятся в зоне конфликта. Врачи и медицинские работники церковной больницы святителя Алексея организуют прием людей в пострадавших районах, вывозят пациентов на лечение в Москву, делают протезы, возвращают раненых полноценной жизни. Низкий поклон вам, дорогие мои. Еще раз убеждаюсь в том, как важно было нам открыть церковную больницу. Я уже, наверное, рассказывал о том, что когда мне такая мысль в голову пришла, и когда я впервые стал как-то обсуждать с теми, кто был вместе со мной, коллеги мои, ну только что виска не крутили. А очень просто. Зачем в Москве, где прекрасно организовано здравоохранение, где есть медицина, высококвалифицированная, ну зачем нам церковная больница? Но ведь не дойдем до соответствующего уровня. Будет какая-то богодельня, будут все пальцем показывать и говорить, ну вот взялись за дело, то что не могут? Но вот несмотря на эту критику, в которой какая-то доля правды, наверное, и содержалась, все-таки я тогда принял решение все непременно создать больницу, церковную больницу в городе Москве. Я думаю, что мне никогда, во-первых, про себя скажу, никогда не пришлось сожалеть об этом, и думаю, всем, кто как-то входил в соприкосновение с этим, я бы сказал, замечательным лечебным учреждением, тоже никого, наверное, в голову не приходило спросить, а зачем они все это создали? Больница очень нужна. И именно сейчас. Потому что наши врачи не только ведь лечат здесь, они и там также оказывают помощь. Вот отрадно, что ныне налажено взаимодействие церкви, в том числе и с светскими учреждениями. Вот я хотел бы упомянуть Государственный фонд защитники Отечества, который занимается помощью демобилизованных и помощью семьям военных, погибших военных. Этим людям очень нужна пастерская поддержка. И вот просил бы сотрудник всенодального отдела выстроить работу в епархиях в этом направлении. В Москве у нас так, слава Богу, как я уже сказал, благополучно, а в епархиях по-разному. Многое зависит от того, как вообще организована социальная работа. Иногда это зависит прямо от того, как понимает правящий архиерей нужность этого дела. Но в любом случае, вот какая-то такая инспекционная работа со стороны нашего социального отдела, не навязчивая, не надо превращаться в ревизоров, которых все боятся, а так скорее познавательная. связанная с посещением регионов, была бы очень полезной. Потому что ведь многие не по злой воле не делают того, что нужно сейчас делать. Во-первых, всегда тяжело начать, потом всегда есть проблема с кадрами, особенно в таких достаточно отдаленных епархиях и в небольших областных городах. и поэтому вот эти трудности, они как бы иногда создают чисто психологическое препятствие для архиерея, чтобы в конце концов дать команду и идти по пути создания таких учреждений. Поэтому, конечно, еще раз хотел бы сказать, что нам было бы важно в том числе иметь более такое детальное представление о происходящих в наших епархиях и кому-то помочь советом, может быть, пригласить на обучение в Москву. Ну, а если вообще, так сказать, под лежачий камень вода не течет, не идет, ну, тут есть у вас один человек, который имеет право эти камни поднимать и переносить в другое место. Поэтому можно и по такому пути идти, но нежелательно. Лучше всегда добиваться положительных решений на путях доброго взаимодействия, сотрудничества и диалога. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что вот это выстраивание такой работы, о которой я сейчас говорю, на епархиях при участии нашего социального отдела представляется для меня делом очень важным. Одним из таких, я бы сказал, приоритетных. У нас есть, конечно, информация о происходящем. Не могу сейчас, потому что информация достаточно объемная, и не хотел бы что-то говорить о ком-то плохо, о ком-то хорошо, но было бы неплохо, чтобы сотрудники синодального отдела, те люди, которые уже имеют опыт, время от времени посещали епархии для знакомства и с тем, чтобы потом можно было бы помочь, если это необходимо, улучшить положение дел в той области, о которой мы сейчас говорим. Конечно, вместе с тем мы не должны терять внимание или переносить слишком внимание на ту тему, о которой я говорил, и забывая о другом. Мне кажется, что церковь всегда должна была бы заботиться, и сейчас, слава Богу, заботиться о детях, в первую очередь, тех, кто остался без родителей, о сиротах. И сегодня, я думаю, главной задачей в работе с такими детьми должно быть устройство в семье. Решением Священного Синода при Синодальном отделе по благотворительности был создан Центр по вопросам семейного устройства детей и церковного попечительства о них. Специалисты выезжают в епархию, обучают епархиальных сотрудников лучшим методикам работы с детьми. И прошу правящих преосвященных, также игуменов, матушек-игуменей, ответственных за социальное служение, взаимодействовать с Центром и прислушиваться к его рекомендациям. Ну а Центру, как я уже сказал, и нашему общецерковному социальному отделу нужно не упускать из виду вот эту важную работу по взаимодействию с епархиями. Особо внимания, конечно, требуют многодетные нуждающиеся семьи, а также те, в которых воспитываются приемные дети и дети с инвалидностью. В епархиях необходимо создать центры гуманитарной помощи, семейные центры комплексной помощи, семейные лагеря, группы дневного пребывания для детей, в том числе с ограниченными возможностями. Обустроить дома или квартиры для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Я уже об этом говорил, и я радуюсь, что что-то все-таки у нас происходит, и возникают такие квартиры и такие центры, но еще раз хотел бы подчеркнуть важность этой работы. Все это проявление церковного попечения о семьях. Знаю, как я уже сказал, что многое сделано, но эту работу важно и продолжать, и развивать. А тем епархиям, еще раз подчеркну, в которых пока не реализуются такие проекты, нужно стремиться к осуществлению, а синодальный отдел через свое знакомство с тем, что происходит в епархиях, мог бы оказать помощь епархиям и помощь патриарху в понимании того, что реально происходит в некоторых местах. Также пристального внимания заслуживает проблемы абортов. Об этом мы очень много говорили, но все-таки сейчас несколько слов скажу. Церковь не раз подчеркивала ценность человеческой жизни с момента зачатия. Это наша позиция, которая не является какой-то новацией. Это все проистекает от божьих заповедей и той самой страшной заповеди, которая запрещает убийство человека. А тут радно, что в стране появилось уже более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, потому что аборты нередко происходят не только от какого-то там окамененного нечувствия или от неспособности вообще разделить свою жизнь с кем-то и жертвовать самими собой для кого-то, но и от тяжелейших условий. И вот поэтому во многих епархиях уже сейчас психологи, священники, социальные работники приходят в женские консультации, проводят беседы с будущими мамами, стараются отговорить их от совершения роковой ошибки, проявляют готовность оказать необходимую помощь. И это очень важно. Как вы помните, я настаивал на этом самом начале нашего пути. Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Кто-то мне сказал, да нас погонят. Ну и что, и апостолов гнали. Но идти-то надо. Поэтому мы должны там быть обязательно. Тихо, спокойно, не с высоко поднятой головой, смиренно, разумно. Замечательно, если тот человек, который туда идет, обладает какими-то медицинскими знаниями, которые можно было бы использовать в беседе вот с той женщиной, которая вот как вознамеренность совершить этот роковой шаг. Я бы обращаясь к управляющим епархиями, где проводится такая работа, хотел бы выразить благодарность. Ну, а там, где не проводится, то прошу заняться этой проблемой, руководствуясь при этом рекомендациями нашего синодального отдела по благотворительности и социальному служению. К сожалению, число абортов по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт. Иногда первая встреча с врачом женщины, которая пришла в соответствующую консультацию, начинается со словами «Ну, освобождаться будем?» Имея в виду, что будем делать аборт, а потом уже какой-то другой разговор. То есть первично склонить женщину к совершению аборта. вот это нужно категорически пресекать, и с этим надо бороться. Вы, дорогие мои, должны быть там, вот в этих местах, в виде консультантов, медсестер, добровольцев. Но важно, чтобы женщина, пришедшая в смятение, в то учреждение, где могут реализовать ее роковую ошибку, каким-то образом могла соприкоснуться с альтернативной точкой зрения, то есть с тем, что не надо делать аборта, доказать ей спокойно, разумно. Это ваше дело, сестры. Вы ее язык найдете, и вас поймут. И опять-таки, никакого резонерства, никакого пучения, никаких страшилок, а по-человечески, по-матерински или по-сестрински. Помочь понять этой женщине, что она действительно совершит то, о чем еще может скоро пожалеть, а особенно может сильно пожалеть, если у нее больше никогда не будет детей. Вот такая работа крайне необходима. Я думаю, что вообще-то многие из медицинского персонала, кроме тех, кто заточен на коммерцию в связи с такого рода манипуляциями, тоже приветствовали бы участие наших добровольцев в том, чтобы останавливать женщин от этого рокового шага. Нельзя склонять к аборту, это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а население совершенно недостаточное. Не говоря уже даже об экономике, это уже в последнюю очередь, но тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт, очевидно, его все предзнают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то-то должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться, как по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от свершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Но для этого нужно работать. Я пока не представляю, кто кроме нас пойдет, не опасаясь того, что выгонят. А мы не по нему боимся. И матушки у нас, и женщины, и сестры с достаточно сильным характером, но и с головой все в порядке. Поэтому, думаю, словами, и делами, и волей можно воздействовать на эту ситуацию. И было бы очень хорошо, чтобы была у нас статистика, сколько удалось таким образом предотвратить абортов. Теперь несколько слов о бездомных. Во многих епархиях ведется работа с бездомными, и что особенно радостно, все больше проектов ориентировано не только на то, чтобы оказать человеку медицинскую помощь, помыть, накормить его, но и на что бы ресоциализировать бездомного, вернуть его к трезвой жизни, наполненной новыми смыслами. Общецерковный съезд, который сегодня начинает нашу работу, это, конечно, возможность обсудить важнейшие направления социальной деятельности, и то, о чем я уже сказал, и о том, о чем вы будете говорить по вашей собственной инициативе. Это радость встречи для всех нас, с близкими по духу и по роду занятия людьми, а самое главное радость встречи с единомышленниками. Но прежде всего, это свидетельство нашего единства в Христе. Ведь все мы, причастившись сегодня тела и крови Господних, соединились с нашим Господом и Спасителем, источником любви и милосердия. Поэтому нам ничего не остается другого, как трудиться, вместе трудиться, чтобы исполнять заповедь Господа о любви к ближнему, творить дела милосердия, а по кончине своей надеяться на прощение наших собственных грехов от любящего Отца. Я сердечно еще раз вас приветствую и призываю благословения Божие на ваши труды. Спасибо.